Здравствуйте! В эфире программа «Семь минут» в гостях у меня сегодня Сергей Гончаров, инструктор по сноуборду. Сергей, здравствуйте! Здравствуйте! Ну вот, во-первых, наверное, давайте все-таки расскажем нашим телезрителям, ну, мало ли, кто никогда не видел, что такое сноуборд. Вот я никогда этим не занималась, поэтому плохо себе представляю. Сноуборд вообще считается экстремальным видом спорта. В принципе, кататься на нем можно, научиться кто угодно. Единственное, что в наших, конечно, реалиях не очень это удается, так как местность у нас не гористая. Но все равно, то есть, у нас, допустим, в Рязани уже существует два, например, горнолыжного комплекса. Я думаю, еще, наверное, что-то когда-то построится. Существует старая древняя колыбель, допустим, этого горнолыжного спорта, это Алпатьево, это Московская область, ближайшая к Рязани. То есть, есть где покататься. Конечно, в основном люди это используют для того, чтобы потренироваться и поехать куда-то в горы. То есть, туда, куда, ну, для чего предназначен инструмент сноуборд. Вот, то есть, ну, так вот. Ну, вот вообще говорят, что у нас в России полгода зима, да, на самом деле зима у нас гораздо меньшее количество времени. А вот, и в связи с этим вот у меня такой вопрос, например, вот человек очень захотел научиться кататься на сноуборде, да, вот зима настала, он сказал ура, пошел, его начали учить, а зима закончилась. И как бы, то есть, до следующего года уже человеку приходится, ну, забываешь же, наверное, за год все, нет? Ну, тут немножко другая ситуация, потому что сейчас все-таки прогресс идет семимильными шагами. Вот, допустим, в Москве открылся комплекс круглогодичный, где можно покататься. То есть, я, допустим, лично и мои знакомые туда вот летом ездим несколько раз, чтобы хотя бы как навыки поддерживать. Вот, можно поехать, опять же, в горы. То есть, сезон в горах намного дольше, это практически круглый год. То есть, ну, если позволяют финансы, можно поехать на другое полушарие, там у нас лет, у них зима. То есть, вот можно свой сезон круглогодичить. Вот тут уже от финансов. Вообще, горнолыжный спорт, ну, сноуборд в частности, это удовольствие все-таки не из дешевых. То есть, надо какими-то финансами обладать, чтобы им заниматься. Потому что базовый комплект, значит, снаряжение стоит недорого. То есть, если попробовать, каждый может. Но когда уже этим делом люди занимаются профессионально, они уже покупают себе снаряжение, и стоимость его довольно-таки бывает очень существенная. Я так понимаю, что часто, наверное, бывает, что человек пришел, попробовал, а потом заболел этим. Да, да, да. То есть, допустим, кто у меня обучался, люди. Вот из тех, кто попробовал и больше не катается, таких, наверное, не было. Вот по своему опыту, как скажу. А вот как так получилось, что вы стали инструктором по сноуборду? И как давно это? Стали совершенно случайно. Вообще, на сноуборде я катаюсь с 2003 года. И три года назад, когда Семен Оленинский комплекс открывался, я увидел совершенно случайное объявление, что требуется инструктор по сноуборду. Ну, так как в Рязани, наверное, у меня стаж катания в сноуборде, ну, тоже не скажу самый большой, но один из самых больших. То есть, я как бы пионер рязанского сноубординга. Я увидел это объявление, подумал, а почему бы нет? Позвонил, поговорил с людьми, прошел курс инструкторов и стал работать инструктором по сноуборду. А вот сноуборд как появился в жизни? Сноуборд появился у меня, тут можно сказать, как противоположность к горным лыжам. Потому что в школе я катался на горных лыжах, в институте я не катался ни на чем. А потом решил попробовать опять в горнолыжном спорте себя. И уже подумал, что на лыжах я катался, дай-ка я попробую на сноуборде. И вот взял сноуборд, купил, мне понравилось. С тех пор катаюсь. Вот работа инструктора – это, в принципе, очень большая ответственность. Насколько это травмоопасный вид спорта? И вот как это все-таки предотвратить травму? Тут больше травмоопасно никогда заниматься инструктором. Тут больше травмоопасно, когда люди катаются самостоятельно, немножко забывают о мерах предосторожности, и тогда уже появляются травмы. То есть, или это излишнее какое-то лихачество, или попытка сделать какой-то трюк. То есть, в основном вот это травмоопасно. Потому что, знаете, с инструктором у нас, в общем-то, всегда проходят так, что под контролем все время у нас люди занимаются, и мы стараемся эту опасность очень снизить. То есть, у нас не было на склоне, допустим, чтобы с инструктором человек занимался, с ним что-то случилось. Вот было, отдельно люди там катаются, раз неправильно выбрал траекторию движения, скорость, там, упал. И там растяжения бывают, даже переломы бывали на горке. Но это в основном люди самостоятельно уже пытаются что-то сделать как-то. Тут такое бывает иногда, да. А вот скажите, пожалуйста, в вашей практике самый молодой желающий заниматься сноубордом и, может быть, самый великовозрастный? Вот как? Ой, тут вам я даже не скажу, я возраст просто этих людей не знаю, но вот такие вот товарищи. То есть, и такие приходят, да? То есть, приходит мальчик, прям все, хочу на сноуборде. Но единственное, что, конечно, сноуборд совсем маленьких детей туда не очень хорошо ставить, потому что им будет сложно управляться снаряжением самостоятельно. То есть, если на горные лыжи ботинки ему одели, лыжи пристегнули, он сам как-то ездит. То на сноуборде постоянно надо остановиться, отстегнуть сноуборд, пристегнуть сноуборд. То есть, я как бы вот так рассматриваю планку детей, занимающихся сноубордом, это где-то от 7 лет. Потому что тогда ребенок уже начинает самостоятельно себя обслуживать. То есть, он может там снять сноуборд, одеть сноуборд. Раньше ему сделать тяжело. Ну, или это делать под надзором инструкторов или родителей. То есть, если уже ребенку видишь, что очень сильно понравилось, ну, просто вам придется с ребенком постоянно находиться. То есть, или вам, или инструктору. А вот самая верхняя планка? Ограничений не существует. Тут спорт, можно сказать. Даже не спорт. Спорт, конечно, это я беру, если брать, как олимпийские дисциплины. А просто как вид отдыха, это, я думаю, для всех. Потому что я общался с людьми, и мы 60 лет, и 70, и катаются прекрасно. Ну, вот, кстати, говоря о сноуборде, это олимпийский, тем не менее, вид спорта, да? Вот мы сейчас говорим о сноуборде как о развлечении каком-то, да? А вот в плане спорта, как вот в нашем городе, например, продвигается это как-то? В нашем городе продвигается. То есть, у нас на базе семена Оленинского комплекса существует секция. Набираем детей. Единственное, что не очень, конечно, много желающих, но обусловлено это тем, что комплекс все-таки находится не в городе, и постоянно возить туда детей мало у кого есть возможности. То есть, если тренировки проходят три раза в неделю, это надо людям три раза в неделю ребенка взять, вывезти туда, привезти обратно. Но, тем не менее, секция у нас такая есть. Единственное, что самое удивительное, у нас пока не сложилась секция по горнолыжному спорту, но по сноуборду у нас секция есть. Проходят соревнования регулярно. То есть, допустим, у нас на Семен-Оленинском комплексе будет соревнование. Вот седьмого числа можете, кстати, все желающие могут прийти посмотреть. 14-го числа, февраля. Дальше по ходу сезона тоже планируется посвященный праздникам соревнований и так далее. Опять же, если брать... В Рязани это вообще очень все недавно сложилось. То есть, федерация, допустим, сноуборда, она только в этом году зарегистрирована. Раньше, причем, ну, наверное, люди, которые уже в теме горнолыжного спорта, сноуборда, они знают, что сейчас федерации немножко разделились. Раньше была одна федерация, называлась горнолыжного спорта и сноуборда. Сейчас стала горнолыжная федерация отдельно, сноуборд отдельно, по крайней мере, в Москве. И у нас в Рязани, в общем-то, то же самое. И сейчас происходит вот то, что у нас федерация сноуборда только создалась, и соревнования проходят. Но, опять же, сейчас у нас будут проходить уже соревнования под эгидой областных соревнований. То есть, победители уже имеют шанс выступить на всероссийских соревнованиях, поехать в Сочи. Опять же, там на следующий этап будет вот у нас, если сейчас все нормально, отбор люди пройдут у нас. Ну, как люди, у нас молодежь тут занимается, то есть, дети. Если они пройдут отбор, они поедут в Сочи выступать уже на детских всероссийских соревнованиях. А вот мне интересно, если есть секция, то секция – это такая штука, в которой занимаются постоянно, то есть, круглогодично. Вот зима закончится, то есть, дети как они тренируются, как они поддерживают? Конечно. Конечно. Как альтернатива зимой сноуборд существует техника, имитация катания на сноуборде, на скейте. То есть, специальные славные скейты. То есть, там очень похожа техника движений. Опять же, УФП. Всегда ребенку нужно быть в форме. То есть, не только занятия конкретно на сноуборде, но там проходят занятия общей физической подготовкой. Теория, опять же. То есть, правильно. Сейчас у нас что? У нас олимпийский вид спорта, сноубординг. То есть, на базе нашего комплекса мы имеем возможность сделать поворотные дисциплины. То есть, с лалом. Опять же, возможно, технически не позволяют сделать, допустим, фристайл или что-то такое. Пока финансовые возможности не позволяют и так далее. Но поворотные дисциплины осваиваются. И там существует, опять же, техника прохождения поворотов. Все это дети и учат. То есть, и теоретические занятия, и практические занятия. Летом существуют там тренировки на баланс. То есть, летом есть чем заняться. Опять же, секция у нас регулярно выезжает в тот же самый снежком в Москву. То есть, чтобы снег летом видели дети, знали, что это такое, не забывали. Ну что ж, Сергей, спасибо вам огромное за столь увлекательную беседу. Побед, вашим подопечным, ну и, конечно, спорт – это жизнь, да? Спасибо. Нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня сегодня был Сергей Гончаров, инструктор по сноуборду. Это программа «Семь минут». Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»